Друзья, всем привет! И сегодня я хотел бы быстро заняться вот этим видеопередатчиком. На самом деле он мне нужен для одного из моих проектов. И там я его буду использовать. Но перед этим я хотел бы его показать. Поскольку передатчик достаточно свежий, я его несколько раз себе заказывал. И у меня постоянно его забирают, потому что он хороший. Он заменил, в принципе, видеопередатчик TX801, вот этот вот, тем, что он теперь стал мощнее и со Smart Audio. Ну, судя по тому, что, по крайней мере, написано на коробке. Давайте на него быстренько посмотрим. Комплект поставки у нас, как всегда, один и тот же. Здесь макулатурка, антенна, сам видеопередатчик и кабель. Ну, кабель у нас силиконовый, здесь у нас JST, а здесь у нас 4-пиновый коннектор для камеры. Да, это все дело с 6-пиновым коннектором, который вставляется сюда. Это коннектор с замком, то есть он вставляется сюда, дощелкивается, и после этого он оттуда никуда никогда не выскочит, пока вы его сами не нажмете. Из интересного, здесь заявлено 25 милливатт, 200, 500 и 800, то есть есть даже 800 милливатт, входящее напряжение от 7,20 до 24 вольт, то есть почти 6S, то есть 5S спокойно должен тянуть, но я советую все равно все подключать на какой-нибудь бег 12-вольтовый, если есть возможность, но если нет возможности, то подключать, конечно, напрямую. Здесь по внешнему виду сказать что-то сложно, она на самом деле неплохо выглядит, потому что здесь достаточно много конденсатора, фильтрация, видимо, какая-то все-таки присутствует, неплохо выглядит, плюс здесь есть микрофон. С обратной стороны у нас особо ничего нет, сам модуль передающий, плюс какая-то микросхемка маленькая, да и в принципе все. Управляющая микросхема, кстати, стала STM-кой, конечно, возможно, какой-то даже 32-битный чип, не знаю. Ну, короче, интересно, стали какую-то, в общем, довольно мощную электронику пихать даже на видеопередатчики. Итак, мощность 25 милливатт, здесь видеопередатчик выдает 16, 15, 14 милливатт, то есть чуть меньше заявлено, но это не страшно, как бы это, в принципе, в пределах нормы. Второй режим должен быть 200, здесь он выдает 240, 230, 220, 230, 240, ну, в общем, 220 он примерно и выше выдает, что, в принципе, неплохо. Смотрим, давайте, следующую мощность. Третья мощность должна быть 500 милливатт, но здесь он выдает 0,5 ватт и выше, то есть, да, стабильно держит мощность 0,5 ватт. И давайте посмотрим, 0,800 милливатт, 0,8 ватт это должно быть. Ну, 0,7-0,8 милливатт, а ватт, скажем так, то есть 700-800 милливатт он выдает, то есть, в принципе, здесь с этим все делаем четко. А свою мощность видеопередатчик выдает, с этим никаких проблем нет, меня все устраивает. Погнали дальше. Итак, друзья, теперь обсудим, почему я не замеряю на всех каналах передатчики, на всех мощностях и так далее. Друзья, не ведитесь на эту шелуху, которую вам показывают некоторые обзорчики, когда одним устройством с одним аттенюатором они замеряют все каналы. Это так не работает. Вот здесь, например, стоят два аттенюатора. Один на 30 дБ, другой на 30 дБ. Но первый аттенюатор дает затухание 32,5-32,7 дБ. На этой частоте, которой нужна вторая, второй аттенюатор дает затухание приблизительно 26-26,5. Что-то такое. Здесь нельзя говорить о том, что 30 дБ аттенюатора дают идеально 30 дБ. Они есть такие аттенюаторы, но они стоят бешеных денег. Поэтому легче взять любые и их просто замерить, сколько они на самом деле там выдают. И с помощью этого уже работать, уже точно замерять аппаратуру. Если вы используете этот аттенюатор, то у него характеристика может быть вот такая. Ну, предположим, да, вот это наш спектр. И здесь у него, например, затухание будет минус 30, а здесь у него затухание будет минус 26. То есть у нас 4 дБ, 4 дБ разница может достигать. Вот такие адаптеры всякие, особенно хренового качества, могут тоже в 2-3 дБ отдавать какую-то помеху, изменять характеристику, линейность этого всего графика. И если у вас видеопередатчик, скажем, издает везде 20 дБ, что у нас равняется приблизительно 100 мВт, то получается в начале, там, где вы задали 30, то как бы ваше устройство, ваш детектор посчитал правильно, он выдал, скажем, написал на экране 100 мВт. А если мы продвинемся дальше, по верхним каналам пройдемся. Но наше устройство будет видеть больше, как будто больше мощности. Будет, скажем, видеть не 20 уже, а 24, поскольку здесь не хватает 4, да? А 24 дБ это уже 250 мВт. Просто аттенюатор. Неправильно настроив, мы получаем огромную разницу. Но обычно характеристика здесь, конечно, чуть-чуть меньше. Здесь, скажем, у нас бывает 30, а 30, и 5, скажем, здесь, а здесь 29, и 5, скажем, ну что-то типа такого. То есть у них разница все равно небольшая, но, тем не менее, дает огромное изменение в выходных данных. Поэтому, если вы хотите точно замерить, сколько вы даете видеопередатчиков, вы настраиваетесь на один канал, смотрите, сколько у вас затухания дает аттенюатор в этом месте, проверяете также все коннекторы, все кабели, которые вы используете, замеряете. Но это в лучшем случае получаете, там, скажем, минус 29,4. Вбиваете это значение уже в свое устройство, и тогда ваше устройство может замерить точно, сколько на самом деле выдает видеопередатчик, поскольку оно знает, насколько уменьшена мощность сигнала и так далее. Поэтому для того, чтобы пройтись по всем каналам, мне нужно каждый раз проделать калибровку. Это занимает минут 15. Поэтому все эти каналы, есть тут 72 канал, я что, буду сидеть тут несколько часов, что ли, эти все каналы пробегать? Я вам просто показываю, вот на этом канале он точно работает. На всех других каналах, скорее всего, ситуация такая же, потому что работает все по одной и той же схеме. Также, если вам говорят, вот этот канал отлично работает, другой плохо работает, но тут, опять же, есть вероятность того, что просто человек неправильно замерил, возможно, тут вот как бы несостыковка есть слегка. По-хорошему, надо замерять хотя бы в 3-4 местах, чтобы увидеть, как приблизительно меняется его характеристика, но это тоже достаточно напряженный процесс и занимает очень много времени. Нам ведь главное понять, выдает видеопередачка своему мощности или не выдает. Поэтому я не замеряю на всех каналах, замеряю на одном первом попавшемся, это RaceBand1, для меня это самый простой канал. И то, что замеряют другие люди, тут уже, ну, решать им, насколько они на самом деле правильно замеряют и насколько их значение, хоть какую-то связь с реальностью имеет. Также, если вы замеряете это все дело, например, на высоких мощностях, то там разница еще больше. У нас же логарифмическая шкала, поэтому смещение на 1 дБ дает просто большие значения. Если у вас, например, 800 мВт это 29 дБ, то 30 дБ это уже 1000 мВт, а 28 дБ это 630 мВт. То есть, вот тут нужно обращать внимание на то, что если вы замеряете 800 мВт, вам нужно посмотреть, выдает ли ваш видеопередатчик в этом районе приблизительно, поскольку вот здесь эти все значения могут меняться. Вы аттенюатор чуть-чуть неправильно подкрутили, он уже там на треть дБ дает меньшее затухание или большее затухание и так далее. Приблизительно стоит замерять это все, но когда вы проходите очень грубо по всем каналам на одном аттенюаторе без калибровки, тогда никакой точности речи, конечно же, не идет. Так, идем дальше. Я этот видеопередатчик брал на самом деле не для того, чтобы использовать его как есть. И у меня есть вот такие коннекторы MMCX, которые я очень сильно люблю, поэтому мы сейчас его будем менять. Я просто хотел показать, как это делается, потому что люди спрашивали, а типа, есть ли такой же видеопередатчик, но с таким коннектором, с другим коннектором. На самом деле коннекторы меняются на раз-два. Паяльник я разогрел до максимальной температуры. Если у вас большой паяльник, то и так сойдет, но у меня паяльник не самый большой, 60 Вт всего, и он может очень быстро сдать позиции и не жарить так, как следует. Мы хорошенько просто поливаем весь коннектор припоем, чтобы лудить все ножки сразу. Здесь фен не нужен. На самом деле с феном, конечно, можно было бы попробовать, но фен это перебор. И потихонечку тянем. Вытянули. Все готово, в принципе, хорошо. Выглядит нормально, я ничего не зацепил вроде как. Есть вырез небольшой на видеопередатчике, сфокусируйся, да. И здесь у нас сам разъем тоже выглядит следующим образом. Он с одной стороны полукруга, с другой квадратный. Где квадратный, он по идее должен вставляться в плату вот так вот, и там заподлицо сидеть. Поскольку у нас здесь немножко узковато место, я сейчас по надфилям вот здесь чуть-чуть зачищу с двух сторон, чтобы эта штука влезала внутрь. Теперь наши ножки немножко длинноваты, я их откусываю буквально чуть-чуть, там долю миллиметра, нормально. И теперь нужно фиксировать это все дело на видеопередатчике. И немножко убрать надо припой, припой мешает положить коннектор до конца внутрь. Все, я поставил теперь тот саморазъем на место, и вроде как он хорошо там сидит. Вот, получается, у нас коннектор сел на свое место. С одной стороны его прихотел, теперь то же самое делаем с этой стороны, и потом центральный пин обязательно тоже припаяем, чтобы он хорошенько держался. Это заняло у меня приблизительно 3 минутки. Отпаять тот коннектор и впаять этот. Вот, получается, у нас с вами по краям припаяна земля, по центру припаян сигнал, и с этой стороны тоже слегка прихватил. Теперь у нас видеопередатчик переведен на MNCX разъем. Это у нас, получается, современный видеопередатчик. Аналог, это очень похож на X2 Ultimate от AK, который я недавно показывал, там тоже очень похожая система с коннектором, и выглядит он в целом, ну, плюс-минус, одинаково они все выглядят. Но этот, получается, слегка дешевле, хотя и чуть-чуть меньше мощности имеет. 800 против 1200-1300 мВт. Теперь по поводу Smart Audio. Видеопередатчики изначально приезжают в режиме 72 канала. Вообще у него есть 3 режима. Они все расписаны здесь в инструкции. Первый режим – это 72 канала, когда все 72 канала используются, то есть все те самые, которые расписаны вот здесь. Тут есть всякие Low Band, Средний Band, короче, все возможные каналы на 5300, 5400, и вплоть до 6 ГГц, в общем, все каналы. Кроме того, есть второй режим – это Racing режим, когда вы врубаете, но я не знаю, я не советую никому пользоваться, потому что лучше знать, какие каналы и все стандартно могут пользоваться. Режим, который Racing, он позволяет вам включать как бы запрограммированные 4 частоты и 6 частот, или 8 частот, чтобы летать 4, 6, 8. Это позволяет вам использовать, например, 4 канала, 6 каналов, 8 каналов и так далее. То есть запрограммированы. Сразу вы можете просто четвером, скажем, летать, не думать, какие каналы использовать, просто включить этот режим. Включается он удерживанием этой кнопки 10 секунд, по-моему. Но это такой, на самом деле, режим, насколько он действительно нужен. Когда у вас есть полная сетка, вы можете прямо вручную выставить те каналы, которые действительно нужны, лучше их выставлять самому. Третий режим – это режим, когда он работает в режиме Smart Audio, когда он подключен к полетному контролю, как у меня сейчас. Можно будет управлять каналами с пульта, через OSD, через крипты и так далее. Как это включить? Для этого нужно зажать вот эту кнопку и подержать ее 10 секунд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, видите, здесь горит точечка. Все, он заработает в режиме Smart Audio. И, как видно, у нас здесь сразу заработало. Теперь покажем. RaceBand 8, первый канал. Все правильно, это RaceBand 8. То есть он передал данные сюда, подлетный передал контроллер данные туда. Теперь, если вы зайдете в OSD, сюда Features, Smart Audio. Вот у вас полностью все каналы. Вы можете все здесь настроить, как хотите. Давайте же, например, RaceBand 1. Прокрутим вниз на первую частоту, нажмем Set, Yes. И вот он у нас переключился на первый канал. Теперь у нас все это сделано на первом канале. Для того, чтобы вернуть в обычный режим 72 канала, нужно опять же нажать сюда и ждать, пока исчезнет вот эта вот маленькая точечка. Ну, опять же, наверное, 10 секунд надо подождать. Вот, точка исчезла. Теперь выключаем, включаем. И, как видно, Smart Audio у нас опять не работает, но зато у нас есть возможность выбирать все каналы со всех сеток. Вот такая вот интересная тема. Теперь по проводу температуры. Теперь я врублю максимальную мощность. Выйдем отсюда, зайдем снова и выберем полную мощность. 800 милливатт. Сохранить. Теперь у нас жарит на полную катушку. Я хочу теперь подождать, посмотреть, через сколько он нагреется, до какой температуры. Я оставлю его минуток на 5. Прошло приблизительно 5 минуток. И на самом деле, я вот прикладываю руку, он на самом деле слегка теплый. То есть, в принципе, он даже не особо греется. 60 градусов, 64, 40, 60, 60. Но по сравнению с АК, передатчиками, которые до 120 разгонялись, этот, конечно, так себе. То есть, он не особо горячий. Как бы он не сильно горячий, понятно, у него не самая максимальная мощность, которая возможна. Это не полтора ватта, но тем не менее, на 800 милливатт он не сильно греется. Сейчас цена на этот видеопередатчик, по-моему, всего 15 долларов или даже 14 долларов со всеми купончиками. Поэтому цена на этот видеопередатчик весьма, весьма приятна. Если у вас есть интерес, пожалуйста, я ссылку обязательно оставлю в описании. Хороший видеопередатчик, на самом деле. Мощность он свою выдает, смарт-аудио работает, есть low-band, есть микрофон, что приятно. Как видно, разъем, то, что он не MMCX, это как бы не проблема, но наоборот, некоторым людям, наоборот, нужно такое резьбовое SMH-шное разъем. Плюс 800 милливатт, это все-таки не шутки, это приличная мощность, которая позволяет вам улететь достаточно далеко. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. При своей цене у него достаточно немного конкурентов, 15 долларов, это все-таки очень низкая цена за такой мощный видеопередатчик со всем функционалом. Здесь как бы есть в принципе все, даже 5-вольтовый бег они сюда запихали, поэтому цена весьма приятная за такой богатый набор функционалов. На этом все, пока.